ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, вы ему поверили, так? Ну да. Да. А что? Да. Приемчики у него все те же. Гад. Вы думаете, что он... Я не думаю. Я уверена. Ну что, ты конкретно видела, кто убил Егора? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я так думала. Люсик. Сволочь. Вы понимаете, чем все это может кончиться? Он мой муж. Я должна это сделать. Ну хорошо, хорошо. Вы хотя бы подумайте, что будет с султаном, если с вами что-нибудь случится. Вы же понимаете, какой тут риск. Я сейчас говорю, это его имени тоже. Он бы вам никогда такого не позволил, если бы... Если бы не сидел в тюрьме. Мой муж сидит за то, чего он не делал. И надежды, что он выйдет оттуда живым, почти нет. Что вы мне предлагаете? Сидеть и ждать, пока мне позвонят и скажут, что моего мужа зарезал какой-то уголовник в камере? Может, ты через секунду встанешь и свалишь отсюда. Ты хочешь, чтобы я ушел? А у него что, со слухом проблемы? Или ты по-русски не понимаешь? Я могу по-другому объяснить. Это я тебе сейчас все объясню. Ну, попробуй. Может, что пойму. Эдик, прекрати. Хватит дурака валять. Сейчас я вот ему наваляю и больше не буду. Ну, что ты бутылка машешь? Показывай, какой ты крутой. Юная снежинка На моих губах Сделал я ошибку, Полюбив тебя. На ветру летаю, Ты меня зовешь. Ночью я растаю, Утром ты уйдешь. У меня лишь вечность всего. А у меня лишь вечер всего. И тебя желаю, Я тебе желаю всего. Я еще не знаю всего. А я уже не знаю всего. И тебя желаю, Я тебе желаю всего. И тебя желаю, Я тебе желаю всего. Ну, что замер? Подходи. Так, все. Брейк. Назир, остынь, пожалуйста. Мальчики, поиграли и хватит. Все, пора меру знать. Эдик, отвали, я сказала. Я что? Он тебе нормальный мужик. Молодец. Сдаюсь, победил. Все лавры тебе. Что? Ты что базаришь? Я что-то не понял. Назир, остановись, пожалуйста, и положи свою бутылку. А ну, сейчас сам поранишься. Ну, что ты глаза-то вылупил? Помнишь, как ты меня похитил? Так вот это вот моя маленькая месть. Так это не твой парень? Да нет. Это стриптизеры стрип-бара. Ну, вы, блин, даете. Понравился мой розыгрыш? Молодец. Уделала меня. Подожди, подожди. Вот тебе. Заработал. Молодец. Хорошо сработал. Иди купи себе букетик от благодарных зрителей. Мне все равно, что он об этом думает. Мой долг спасти его. Алиса, ну, я не знаю. Вертолет, побег. Это все совершенно несерьезно. Хватит. Хватит читать мне нотации. Я вам не за это деньги плачу. Давайте к делу. Извините, Лев Евгеньевич. Мне нужно, чтобы завтра, когда вы встретились с султаном, вы объяснили ему, что днем, во время прогулки, он должен быть предельно внимателен. Тим, ты чего такой грустный? У тебя что-то болит? Не знаю. Спать хочется, и голова болит. Тимочка, дорогой, мы скоро сделаем операцию, и все пройдет. Хорошо. Я потерплю. Тим, ты знаешь, мне с тобой очень серьезно нужно поговорить. О чем? Помнишь, ты говорил, что хотел бы, чтобы я вышла замуж, и у тебя появился папа? Конечно, хочу. Только чтобы он хороший был. Ну, или хотя бы не очень плохой. Зачем нам плохой? Ну, Назер тебе зачем-то был нужен. Я уже давно про него забыла. И ты забудь. Хорошо, забуду. Тим, а вот как ты думаешь, дядя Сережа будет хорошим мужем? Ну, или хорошим отцом? Знаешь, а ты все-таки испугался, когда Эдик на тебя наехал, я видела. Ну, что? Ничего подобного. Я вообще никого не боюсь. Да ты у меня, оказывается, смелый. Смелый, красивый, богатый. Такого нигде не найдешь. Да. А еще ты пьяный. Пьяный? Да. Еще такой пьяный. Арестуйте меня за это, гражданин полицейский. Я хочу выпить. Сейчас будет сделано. Чего-нибудь самого дорогого. Дорогого. Черт. Как не вовремя? Ты кого-то ждешь? Никого. Не будем открывать. Не буду. Подождите сейчас. Только учти, я тебя долго ждать не буду. Стой. Сюда нельзя. Я не один. А, это ты? Ты... Ты не у себя дома. Выйди в другую комнату. Мне с ним надо поговорить. А может быть, я не хочу никуда уходить? И, может быть, познакомимся? В другой раз. Дорогая, выйди, пожалуйста. Я все понял. Я все понял. Тук-тук, мальчики и девочки. Время осмотра. Ну, Тимка, рассказывай. Как у тебя самочувствие? Вот так. Молодец. Давай посмотрим? Да. Поднимай майку. Дядя Сережа, а вы хотите пожениться на маме? Да? Мам, ты же это хотела сказать? Да, Тимка, ты угадал. Ну и как? Ты не возражаешь? Неа, я не возражаю. Ну, раз никто не возражает, и мы с этим закончили. Приступим к осмотру. Мне вообще ничего не болит. Дядя Сережа, а вы к нам переедете или мы к вам? Ну, если у вас супер-квартира прям, тогда мы к вам переедем. Только чтобы она недалеко от школы. А то у нас училка злая, если я буду поздно приходить... Помалчи, помалчи. Вдохни. Сколько ты выпил? Ты хоть что-нибудь соображаешь? Что я должен соображать? Побег завтра. Как завтра? Уже? Поэтому деньги мне нужны сегодня. А, да. Сейчас. Вот, все приготовил. Это не все. Что? Завтра ты должен будешь ждать меня в условленном месте с двумя одноразовыми машинами. Где и когда, я еще уточню. Назир, ты меня понял? Подожди. А где я возьму две машины и второго водила? Позвони Володе. Он надежный человек. Он поможет. А почему я? Вот ты и звони. Ты же все сама решила. Вот пусть ваш этот Володя ищет второго водителя. Я никуда не поеду. Поедешь. Сейчас любой посторонний, это огромный риск. И вообще-то я беременную участвую в организации побега. И думаю, что взрослый сын султана способен оторваться от своей красивой жизни. И хоть немного помочь мне организовать побег. Я еще позвоню. Телефон не выключай. Ну и зачем тебе завтра ждать Алисы с двумя тачками? Ты что, подслушивала? Ну так, чуть-чуть. А ничего особенного. Так, устраиваем сюрприз. День рождения. Ты что думаешь, я совсем дура, что ли? Ну-ка давай, рассказывай. Я там слышала слово побег. Ну и кто от кого убегает? Никто ни от кого не бежит. Все, пойдем спать. Нет. Ты спать пойдешь один, а я пошла. Подожди, сейчас? Да. Я-то думала, ты крутой парниша, который устроит кучу всяких приключений, а ты, а ты так, так что чао, бомбинам. Подожди. Ладно. Если хочешь знать, мой отец в тюрьме. Завтра ему поможем сбежать. Да ты что? Серьезно? Ты серьезно? Вот это интересно. Пожалуй, я рано сделала выводы. И какую роль ты играешь в этом побеге? Я должен ждать Алису с отцом на двух машинах. Надо позвонить охраннику отца, чтобы он тоже приехал. Нет, никаких охранников. Почему? Потому что вторую машину поведу я. А может, еще чего интересного придумаешь? Дай сюда телефон. Так, милый, это не вопрос. Я тебе сказала, что вторую машину поведу я. Нет, так нельзя. Возражения не принимаются, так что... Иди сюда, Джеймс Бонд. Ну, ты точно не будешь? Нет. И вам бы не нужно. Последнее. Твое здоровье. Вот ваш аванс. Вот это вот славно. Будет на что погулять. Нужно за это выпить. Так. Вот. О! Ты чего? Боишься, что... Делал деньги тютю, что ли? Для... Я вам верю. Но только не нужно за это пить. Хорошо? Ты такой тост загубила. Ладно, ладно. Послушайте. Мне, собственно, все равно, пьете вы или нет. Это ваше дело. Но завтра от ваших действий будет зависеть жизнь и судьба двоих людей. Вы это понимаете? Да не бойся ты, но я вон свою норму узнаю. И завтра буду как стеклышко. Да не бойся ты, но я воню. Павел? Павел Степанович, здрасте. Это вас Назир беспокоит. Чего молчить? Не разбудил я вас? Не разбудил. Чего ты мямришь опять? Перепил? Это не ваше дело. Вы мне, слава богу, не отец, чтобы перед вами отчитываться. А вот папаша мой завтра из тюрьмы тю-тю. А вы это не знаете. Как завтра? Что-то раньше не сказал. Сейчас говорю. Так что давайте, делайте что-нибудь. Не борзей, парень. Ладно. Придумаем что-нибудь. Я тебя услышал. Папа, за тебя. Слушай, Лев Евгеньевич. Мне даже неудобно перед тобой. Слушай, ну что ты время свое тратишь на эти свидания? Все равно ведь новостей никаких нет. Тем более хороших. Можно было бы встречаться уже после рассмотрения касации. Правильно? Ну почему же нет новостей? Кое-что есть. Не уверен, что они вам понравятся. А ну говори. Скажите, Султан Мгомедович, вас ведь каждый день выводят на прогулку. Да, здесь такие правила. Ну вот и хорошо. Вам же надо размяться, воздухом подышать, по сторонам посмотреть. Что? Я говорю, ведь вокруг столько всего интересного происходит. Может быть, сегодня будет особенный, интересный день? Алиса просила вам передать, что вам просто необходимо дышать воздухом. Сегодня? Много брать не буду, только самое необходимое. Вот еще. Так. Один тебе, один мне. С безымянными симками. Ну, конечно. Они уже внутри. Посмотри, проходит? Ну. Да, есть. Да? Высветил сам. Да. Ну, хорошо. Все. Борь, я в аэроклуб. Подожди. Присядь на дорожку. Спасибо, Борь. Аппарат оппонента выключен или находится вне зоны. Просыпайся. Ну, давай, вставай скорей. Ты чего? Куда собралась? Ну, ты что забыла? Мы сегодня едем забирать из тюрьмы твоего отца. И мне нужно еще домой заехать переодеться. Знаешь, это все-таки плохая идея. Будут проблемы. С кем? С Алисой? Ну, если будут проблемы, значит, ты их уладишь. И тем более отказываться уже поздно. Охранникам он-то не позвонил. Значит, все. Алиса вообще говорила, что нужны такие машины, которые не жалко будет бросить. Одноразовые какие-то. У тебя такая машина? У меня лично нет. Ну, ладно. Поедем на чем есть. На наших машинах ехать опасно. Не понимаешь, да? Да ты что, труп, что ли? Раньше надо было думать об этом. Ты хорошо водишь? А если придется уходить от полиции? Ну, да, конечно. Старая песня. Это «Женщина за рулем». Я делаю две вещи просто прекрасно. Это занимаюсь сексом, и ввожу машину. Секс-то тебя со мной устраивает? Ладно, уговорила. Тем более, одеваться мне уже некуда. Ну, подожди. Сейчас оденусь. Знаешь, вот теперь мне с тобой так интересно. Побег – это же обалдеть. Это… подай учебник по анатомии. А где он? На столе. Держи. Во сколько лекции заканчиваются? Тебя встретить? Не надо. Скажи, ну неужели ничего нельзя сделать Лебедеву? В каком смысле? Ну, мы-то с тобой знаем, что он крутой. Но он все-таки не президент. Всего лишь какой-то замминистра. Есть начальники и повыше его. Ну, есть. Хочешь тем уродом пожаловаться на него? Ну, а почему нет? Ну, не все же такие, как он. Я просто хочу понять, если будет полный комплект свидетелей, Лебедева смогут посадить за убийство Егора. Инна. Что? Новость очень серьезная. Что-то с Тимой? Нет. В больнице появилась почка. И по-хорошему, нам необходимо срочно пересаживать ее Тиме. Иначе потом неизвестно, сколько придется ждать. Но мы можем ее получить? В том-то и дело, что пока не завершится процедура усыновления, получить мы ее не можем. А за деньги? Алиса, например, свидетелем быть не может. У нее есть мотив оговора Лебедева. А никаких прямых доказательств и его вины у нее нет. А ты сможешь дать показания? Что, с ума сошла, что ли? Я же работаю на него. Меня посадят. Я скрыл улики, а потом... Мечтать, конечно, можно, но ничего сделать нельзя. Так что твой вопрос носит чисто теоретический характер. Ну что, мы едем? А если найдется еще один свидетель? Ты кого имеешь в виду? Ту девчонку? Как там ее? Люся. Но Лебедев ей навешал лапши. Он сказал, что это Алиса убила Егора. А если она больше не верит в эти сказки? За деньги. То есть на коммерческой основе мы можем сделать операцию хоть завтра. Главное успеть подготовить Тиму. Ну, если денег нет, это еще не повод впадать в панику. А если я найду деньги? Мой совет, Инна, давай исходить из ситуации, которая нам дана. Да. Мы, как и договаривались, сейчас собираемся и идем в ЗАГС. Оформляем мое отцовство. И с документами, которые подтверждают, что Тима мой сын, я смогу выжить из этой ситуации все, что только возможно. И не допущу, чтобы почка ушла в другую больницу. Понимаешь? Сколько тебе нужно времени? Я, в принципе, готов. Собирайся. Нет. Я все передумала. Как? Извини. Почему передумала? Подожди, постой, постой, постой. Это единственное, что мы можем сейчас сделать. Ты это понимаешь? Нам сегодня необходимо попасть в ЗАГС. Сереж, мне кое-куда нужно сходить. Куда? Ты понимаешь, что счет идет на часы? Я потом все объясню. Я знаю, что я делаю. Хорошо? Я потом все объясню. ЗАГС. Ты че напиваешься перед прогулкой? Расплескаешь! На прогулку! Ну что, детка, пойдем погуляем? Потом полдень и тихий час. А если будешь плохо гулять, то воспитатель тебя накажет. Правда, Гражданин начальник? Говори у меня еще. Картр посадит и сладкого не даст. Быстрее, что встал? Идем, идем. Что, особое приглашение надо? Давай на прогулку воздухом дышать. У меня эта девочка сама нашла. У нее еще парень, ей зовут Стас. Он занимался у Егора в группе. Но ты его видел. Он под видом почтальона приносил тебе телеграмму. В общем, они начали собственное расследование. Да. Я вспомнил, парень какой-то бестолковый был. Адреса перепутал, принес мне поздравительную открытку. А я как-то что-то этому значение не предал. Ну, с кем не бывает. А они, говоришь, уже расследование устроили, да? А зачем он приходил-то ко мне? Они думали, что это квартира Лебедева. Вот и сунулись к тебе. А, то есть он хотел Лебедеву... Ну, ты нет, ну, послушай. Стас хотел его сфотографировать, чтобы потом найти в сети и узнать, кто он такой. Потому что Лебедев наплел Люсе, что он замминистра, и в итоге сфотографировал тебя. Да уж, целая история. Ну, хорошо, что они хоть на меня наткнулись, а не на Лебедева. О, какие люди! Приветствую! Ой, так, на, держи, шлем тебе. Так, ну, с той стороны, может, нет? Как удобнее. Да ладно. Вы что? Вы что, пьяный, что ли? Нет. Да как вы можете? Да вы же обещали мне не пить. Все, я кричу. Алло, Боря? И что, они тебе прям так об этом рассказали? Ну, конечно, не сразу. Только после того, когда я убедила, что Лебедев и есть убийца. И они поверили тебе? Поверили. Кирюш, теперь надо, чтобы ты встретился со Стасом и Люсей. Я так еще зачем? Ну, как зачем? Мы же теперь вместе что-то сможем сделать против Лебедева. Алиса, пора стартовать. Ты где сейчас? Боря, у нас тут форс-мажор. Ты даже себе представить не можешь. Что там у тебя стряслось? Боря, у меня пилот лыка не вяжет. Представляешь? Пилот пьян? Как такое возможно? Как вы полетите? Это же опасно. Зачем такой поклепки сразу, кстати? Вот я же сказал, дорогуша, все под контролем, понимаешь? Сейчас летаем в лучшем виде, как обещал. Так, Алиса, у вас совсем нет времени, их сейчас поведут. Что ты думаешь делать? Да некогда мне думать. Что ты мечи как ненормались, дрейфил что ли? Да, мне не нравится эта история. Я не собираюсь этого скрывать. Ну и кто из нас двоих мужик? Мне, например, нравится эта история. Что ты как маленькая? Это не игрушки. А никто и не говорил, что я несерьезно буду к этому относиться. И твоя мачеха молодец, и я просто хочу ей помочь. Молодец? Да на скатушек съехала. Сама подумай, это побег полное безумие. Как я только на это подписался. Можно было подумать, что у тебя был выбор. Алисе противостоять невозможно. Что ты завадила? Алиса, Алиса. Вот я нутром чую, что-то пойдет не так. Вот увидишь. Короче, все, хватит уже. Будь мужиком и не дрейф. Это такой кайф, такой адреналин. Ну, экшен. Да, такое офигенное приключение. Главное, чтобы мы сделали все как надо. И смотри, я поеду быстро, так что ты не отставай. То есть ты до сих пор не оставила своей надежды посадить Лебедева за решетку и меня вместе с ним, да? А ты хоть понимаешь, что я пойду вместе с ним заодно? Я его помощник. Я все знал, я пойду как соучастник. Нет! Если ты будешь сотрудничать со следствием, то в худшем случае ты получишь условный срок, но зато мы раз и навсегда избавимся от Лебедева. Так я звоню ребятам. Алло. Алло, Стасик, это Катя. Вы не хотите сегодня встретиться с одним человеком, который тоже на нашей стороне? Просто он знает кое-что такое, что будет для нас всех полезно. Но мы можем вместе все обсудить и вывести наконец Лебедева на чистую воду. Да, конечно хотим. А вы будете вместе? А где, во сколько? Так, давайте сегодня, через час. Ага. Адрес я вам скину. Да, договорились. До встречи. Прикинь, Катя звонила. Это я уже поняла. Че ей надо-то? Ты че как сумасшедший, руками размахиваешь? Короче, у нее есть мужик, который знает много про этого Лебедева. И она организует нам встречу. Интересно. Если он много знает про Лебедева, почему он до сих пор жив-то? Ну ладно, не смешно. Адрес. Все, давай, собирайся. Поехали. Нет, я никуда не поеду. Это почему. Да, мы все. Дверь им. Я не знаю, что-то звук. Профильм. Профильм. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Алиса, как у вас дела? Борь, все в порядке, мы уже возле. Держи меня в курсе, слышишь? А то тут с ума сойдут волнения. Да, хорошо. Так, Лана, я сейчас автопилот включу. Опа. Автопилот? Какой может быть автопилот в вертолете? Вы с ума сошли? Слушай, не дрейфь. Это просто система курсовой стабилизации. Понимаешь? Солдат спит-то, ну, в службу идёт. Пока солдат спит-то. Какая гадость. Спокуха, чепчик. Вы что? Вы что? Вы с ума сошли? Вы... Да как вы смеете? Проснитесь немедленно! Просыпайтесь! Проснитесь! Не кричит! Так, ну... Давай. Ты что делаешь-то? Мы так не договаривались! Как можно в живого человека на шатырь лить? Максим, я не просто так тебя сюда позвала. Мне... Мне тяжело начинать этот разговор. Ну, конечно, тяжело. Нам есть о чём поговорить. Понимаешь, ситуация очень резко изменилась. В больнице внезапно появилась почка, которую срочно нужно пересаживать тебе. Иначе другой он просто может не дождаться. Максим... Я... Я готова взять у тебя деньги. Подожди, как это может не дождаться? Ему стало хуже? Он... Как он себя чувствует вообще? Когда нужно оперировать? И сколько времени осталось? Максим, он нормально себя чувствует, насколько возможно, в этой ситуации. Но я не врач. Я не могу об этом судить. А врачи что говорят? Врачи говорят, что этот шанс потерять нельзя. Что в больнице очень большая очередь на органы. И что следующего шанса придётся ждать очень долго. Так, ну хорошо. А эта почка, она точно подойдёт. Ему станет лучше, он выздоровеет. Гарантии какие-то дают врачи? Господи, да какие гарантии, Максим? Ты действительно готов нам дать эти деньги? Ну, конечно, готов. Я за этим их и привёз. Спасибо тебе огромное. Когда я смогу забрать? Максим, ситуация действительно очень серьёзная. Ты сможешь забрать эти деньги прямо сейчас. Но у меня есть одно условие. Нет, я никуда не пойду. И даже не уговаривай. И ещё жить хочу. А чё ты, испугалась, да? Нам, чтобы обезопасить себя от Лебедева, нужно дать показания против него и засадить в тюрьму. Да, Стас, я испугалась. Ты не видел этого Лебедева, а я видела. Люсь, давай спокойно всё обсудим. Да ты пойми. Пока он думает о том, что мы ему поверили, он на нашей стороне. Да он даже помог тебя достать из этого специнтерната. Он сдержал своё слово, понимаешь? А если я начну на каждом углу трепаться, то мне наступит трындец. И причём очень быстро. Он меня из-под земли достанет. Да и тебя тоже. Заодно. Ну всё. Ну перестань. Ну я уверен, ты преувеличиваешь. Да это ты перестань. Пойми ты, что таким людям, как Лебедевым, нельзя дорогу перебегать. Уроет же. И смерть Егора тому доказательство. Люся, насколько я понял Катю, этот перец много чего знает про Лебедева. Если мы сложим его показания и твои показания, мы можем его прищучить. Да никого прищучивать я не собираюсь. И давать показания свои тоже не дождётесь. А этот перец, если он что-то и знает, пусть говорит всё, что угодно. Но я больше никому не доверяю. Так безопаснее, понимаешь? И чё? И смерть Егора останется безнаказанной? Мы на месте! Снижаемся! Сейчас я сам соображу, чё делать. Мне лестницу сейчас выбрасывать. Если ещё не передумала, то сейчас как раз самое время. Что ты такое говоришь? Наш сын при смерти, а ты смеешь ставить какие-то там условия? Мне это тоже не очень приятно, но ты сейчас хотя бы меня выслушаешь. Как у тебя язык вообще повернулся? Подожди. У меня есть одно определённое условие. И оно вполне логичное. Ты сначала выслушай, а потом обвиняй меня. Я просто хочу увидеть своего сына. Вот и всё. Это мой сын. Это и мой сын тоже. Ты должна познакомить меня с ним. Сказать, что его отец жив и здоров. Как ты себе это представляешь? Ты понимаешь, что десять лет он жил с ощущением, что ты погиб? Я не знаю, как ты будешь выкручиваться. Тебя никто не просил врать нашему сыну. Я не собираюсь ему это говорить. Ну, я думаю, они уже не придут. А мне пора, извини, у меня работа ждёт. Так что, до встречи, Катюша. Ну вот, пожалуйста. Стас, стой. Это же тот чувак, которого ты сфоткал. Блин, ну и попадут. Ну, подожди ты. А, да. А я вам телеграмму приносил, помните? Да, помню. Я тебе ещё сто рублей дал. Люся, ну, чего ты договорились? Чего как дура-то ведёшь себя? Да, видимо, я и правда дура. Раз послушала тебя, я припёрлась сюда. Ты понимаешь, если этот чувак был в той самой квартире, значит, он с ним заодно с этим гадом. Люся! Послушайте, ну неужели ты не понимаешь, что он должен знать, что у него есть живой отец? Нет, это ты не понимаешь. Ребёнок оказался в такой ситуации, а ты хочешь перед операцией устроить ему стресс? Здравствуйте, пожалуйста, папа встал из могилы. Может, ты перестанешь язвить и перейдёшь на нормальный человеческий язык? Почему сразу стресс? Я уверен, что он, наоборот, обрадуется. Ему наверняка не хватало отца. Почему ты всё решаешь-то за него? Максим, да потому что я 10 лет за него решала. Потому что я его мать. А я его отец. И ты не будешь с этим спорить. Я не собираюсь с тобой спорить. Ну, ты отлично. Тогда давай договоримся так. Если я ему не понравлюсь, или он не захочет со мной общаться, я уеду обратно к себе. И вы больше никогда меня не увидите. Но ты дашь мне один раз увидеться с моим сыном. Подожди, тихо. Послушай, я вас хочу познакомить. Спокойно. Его зовут Кирилл. Он хороший человек. Ему можно доверять. Ну, что ты, как глупая девочка? Да нет. Знаешь что? Лучше я буду глупой, но живой, чем умной, но мёртвой. Да подожди, Люся. Ну, давай мы сейчас сядем, всё обсудим. Ты сама всё увидишь и поймёшь. Да ты скажи, ты сама-то на чьей стороне? Может быть, ты с ним заодно, а? И сразу нас этому козлу сдадите? Люся, Люся. Мы предлагаем вам просто сесть за столик и поговорить. Посмотрите, сколько людей вокруг. Неужели вы думаете, что кто-то из нас вам будет угрожать? Конечно. Так я вам и поверила. Если не здесь, то сразу при удобном случае нас укокошите. Да ну это какой-то детский сад. Люся, ну это смешно. Ну, нам можно доверять. Не понял? Чё-то одно. Стой, стрелять буду! Лежать! Не двигаться! Прыляй на поражение! Не смейте улетать! Мы должны забрать человека! Нет, дорогуша! Мы так с тобой не договаривались. Ты не предупреждала, что стрелять-то будут. А сами-то вы как думали, что мы на пикник собрали, что ли? Снижайтесь! Я не хочу, чтобы меня подстрелили! Да может, может, я здесь только начинаю! Сейчас нет никаких прямых причин объявлять вашего сына в розыск. Ну и что? И теперь будем молчать? Ты понимаешь, что война – это дело серьезное? И будут жертвы. Ищи, Гон, ищи! Собак, что-то почувствуй! Скажи, Сён. Вить, может, мы его не нашли? Тебе дело довести до конца не дадут. Там ведь как, за какую ниточку не потяни, она все наверх тянет. Даже не знаю, как вас отблагодарить. А придет, спал Степанович. Вы теперь передо мной в неоплатном долгу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok